Николай Маркин из Кавална. Николай, ну, конечно, вам удалось прерывать свою отрицательную такую полосу, да, два поражения в Суперлиге, в Кубке, но ты вот говорил, что будем разбираться, буду думать. Какие выводы, к чему ты пришел, за счет чего сегодня удалось все-таки победить? Да, в принципе, ничего не изменилось. Опять победа при плохой очень игре. Вот. За счет чего решили поиграть, как начинали, в принципе, в этом формате, немножко дисциплинированно от обороны, но как только немножко почувствовали, да, повели там 2-0, только расслабились, сразу наказывают. Здесь ошибок не прощает ни одна команда, потому что все бьются, да. Стоит только расслабиться буквально на секунду. Вот. Ну, за счет, наверное, везения сегодня выиграли. Только за счет этого. И немножко в начале, там, первые, там, может, по середину первого тайма за счет дисциплины. Вот. Остальное опять не очень хорошо. Особенно в конце он. Сейчас бы еще 3 минуты точно сравняли бы. Ну, скажи, какие задачи сейчас стоят перед СК-волной на концовку Суперлиги? Еще вроде 10 туров, это не концовка же. Ну, у вас 10, у других тоже 6. А, ну, так как у нас не концовка, да, сыграть максимально хорошо, потому что, ну, как показывает практика, и это чудо-формат, что любой может обыграть любого. Мы можем как вылететь, так и побороться еще за тройку. Все зависит, ну, пока что от нас. Потому что, ну, у нас побольше игр, да, и можно набирать, в принципе, очки. Но, повторюсь же, при полной самоотдаче, при полном концентрации, а так, а так, ну, ничего не потеряно. Можем вылететь, можем в тройку залезть. Спасибо. Василий Малышев, Маяк. Василий, ну, ты сегодня наблюдал за игрой с бровки. Какие впечатления? Ну, игра с бровки смотрится, на самом деле, по-другому, нежели когда сам играешь. Поэтому всякие ошибки, разрезы, обрывы, все это видно невооруженным глазом. Вот. Поэтому впечатления не самые лучшие, но, тем не менее, есть чем. Ну, несмотря на то, что уступили, как-то доволен игрой, что два раза в первом тайме отыграли за 2-0, и в втором практически сравняли. Ну, я скажу так, нам, видимо, не хватает характера. Мы пропускаем глупые мячи, особенно последний пятый, там вратарь ошибся, да. И начинаем уже под конец тайма почему-то заводиться и умудряться за минуту забивать два мяча, при этом пропустить три. Поэтому не знаю, почему у нас нет недонастроя на все игры, вот именно такого характера, чтобы взяли и все 60 минут играли, все два тайма. То, когда пропускаем, начинаем заводиться. Вот нет такого, что вот мы забили и все, и мы встаем. Я не знаю, почему появляются разрывы у команды. Где-то середина не дорабатывают, где-то защитники не дорабатывают. Одна замена была, да, там защитники подустали. У волны сегодня более-менее хороший состав приехал, там были замены. Поэтому я думаю, что нам не хватило сегодня именно физики. Не додержали. У нас одна заменка, защитники поднаелись, ну и в конце вот получилось. Ну, с учетом побед Ангелора и Гаранта, как ты оцениваешь ваши шансы на сохранение? У нас с ними очные игры. И с Гарантом, и с Ангелором, и с Лом Инвестом, и с Балдафтой, и с теми же путейцами. Поэтому надо брать свои очки в этих играх и надеяться, что соперники ошибутся. Нам надо свои брать очки, чтобы на кого-то надеяться. Поэтому дай бог, чтобы у нас все произошло нормально. Спасибо.